Сегодня областной суд надолго отправил за решетку семикратно судимого урку из Пышминской глубинки 32-летнего деревенского мужика Александра Артамонова, который 8 месяцев назад в апреле по пьянке зарезал двух собутыльников 37 лет от роду и 49-ти и, заметая следы, вытащил тела во двор и бросил их по одной версии в овощную яму, по другой же утопил трупы в выгребной яме деревенского нужника. Удирать от возмездия он не стал. Сам позвонил участковому, а тот в шестом часу пополудни сообщил о двойном смертоубийстве дежурному райотдела полиции. Мотив убийства был необычным. Уголовник Артамонов схватился за кухонный нож из-за женщины, которую он знал с детсадовского возраста. После того, как трое мужиков перепились в хлам, один из них ушел в другую комнату и уснул, а хозяин дома в деревне Сыскова под Дальней Пышмой продолжал квасить и в пьяном разговоре нелестно отозвался о своей матери, которая работала воспитательницей в детском садике. И Сашку Артамонова знавало, что называется, со времен ясельных горшков. Он уважал женщину и, услышав хулу в ее адрес, тем более из уст сына, вспылил, ударил собутыльника в пьяную башку. Тот рухнул на пол, а Артамонов, схватив с кухонного стола нож, четыре раза воткнул его в шею оскорбителя. По версии следствия, пока Артамонов вытаскивал труп в коридор, проснулся второй собутыльник, выскочил из комнаты и уголовник ударил его один раз в шею, как ненужного свидетеля. Что было дальше, вы уже слышали. Из райцентра примчались сыщики и криминалисты. Резчика увезли в полицейский участок. Позже он попал в СИЗО. За двойное убийство судья Александр Ладин назначил ему 17 лет строгача и прибавил к нему 10 деньков. Каждый лишний день лишения свободы суд приравнял к 8 часам неисполненных обязательных работ. В результате получилась такая вот колониальная арифметика. Назначить Артамонову окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет 10 дней с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Создавание наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Пока не ясно, станет ли адвокат оспаривать приговор суда. У него для этого есть еще 15 дней. Но достоверно известно, что гражданин Артамонов был судим за угон и кражи. В 2010-м даже за браконьерство. В 2019-м за мошенничество и опять же за кражу. А в этом году за угрозу убийством. Субтитры создавал DimaTorzok